Сегодня я записываю видео исключительно как производственник и вещаю со своей фабрики. Мы все помним, как с большой помпой открывались заводы по производству планшетов, компьютеров и даже самолетов. На сегодня ни один из этих заводов не работает. Однако Министерство индустрии отчитывается так, будто мы опережаем все индустриально развитые государства. Сегодня мы перенесемся в Копчегай для того, чтобы воочию увидеть, в каком состоянии находится промышленность Казахстана. В советское время это была одна из самых развитых промышленных зон. Здесь гремели на весь Советский Союз около 15 мощных заводов, которые давали более 20 тысяч рабочих мест. За моей спиной находится фарфоровый завод, который поставлял посуду для всех 15 стран Советского Союза. Сегодня ни одно из этих предприятий не работает, не функционирует. И мне бы хотелось узнать, где были построены все эти заводы, фабрики. На триллионной тенге только на эту пятилетку выделено 800 миллиардов тенге. Куда они деваются эти деньги? Никому не понятно. За годы независимости здесь мы построили, Казахстан построил всего одну фабрику по выпуску китайской лапши. И знаете, по-моему, это очень символично, поскольку все итоги ваших двух предыдущих пятилеток инновационной программы, они похожи на лапшу. Господин Атамкулов, достаточно ваших красивых отчетов. Вот оно, состояние нашей индустриализации. Вот они, итоги ваших двух пятилеток. Приезжайте сюда. Это всего лишь в 60 километрах от Алматы. А если я отъеду еще дальше, то ситуация еще более плачевная. Поэтому общество устало от ваших псевдозаводов, где вы разрезаете ленточки красные, но потом все это закрывается. Кого мы обманываем? Мы обманываем себя, своих детей, свое будущее. У вас в отчетах все красиво, а видеть эту реальность вы не хотите. И я не поленился, приехал сюда, для того, чтобы показать ее вам. Вот она, реальность. Вот они, результаты вашей индустриальной инновационной программы. Хотя мы могли бы на базе этих заводов создать по-настоящему современные предприятия. Ведь есть тут и свой кадровый научный потенциал. Триллионы деньги, выделенные на всякие проекты, оказались неэффективно использованными. Никто не понес за это наказание.